На выставке-ярмарке «Дон православный», прошедшей в Ростове-на-Дону, в этом году было представлено почти 300 экспозиций. Освещённая продукция российских и зарубежных монастырей, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, связанное с православным христианством. У нас небольшая пасека в обители. Мы привезли свой монастырский мёд. Капурский иван-чай, многоразовый, очень вкусный и полезный. Монахиня Елизавета приехала из Тверской области. Насельницы Глебова в женской пустыне подготовили экспозицию, где представлена монастырская продукция. Кроме мёда и чая, целебные мази, бальзамы, настойки на травах. Никакой химии, всё экологически чистое. Но живой интерес посетителей выставки-ярмарки, конечно, вызывает не только это. Абсолютно всё в монастыре делается с молитвой. Абсолютно любое дело. И поэтому всё, вот этот каждый продукт, он освящен молитвой сестер монастыря. И поэтому, когда у нас люди берут это, они реально чувствуют, что благодать... Церковная утварь, масло, ладан, вино. Несколько стендов выставки представляет Греция. Экспозиция собора святого Георгия Победоносца. Это в салонниках приковывает взгляд удивительными по красоте святыми образами. Айос Андреев, это так переводит святой Андрей, первозваный. Это на дерево оливковая икона, образ святого Андрея Первозванного. И вырезано всё это ручное. Эта вся работа идёт в ручное. В такой же необычной технике, добавляющей образам объём и живость, изображена Тайная вечеря. Последняя трапеза Спасителя с учениками. Иконы, созданные греческими монахами, словно приближают к нам библейские события. И мастерство иконописца – лишь составляющая часть этого эффекта. Самое главное, что молитва идёт через их труд. И они так и называются, иконы намоленные. И люди, те, которые верят Богу и хотят, чтобы именно с рук монашеской, вот именно ищут эту икону намоленные из монастыря. В рамках работы выставки посетители могли пообщаться со священнослужителями, монахами, мирянами из других регионов. А также заказать молебны, в том числе связанные с, казалось бы, неразрешимыми жизненными ситуациями. Протеерей Николай Староватых из Липецкой епархии. С просьбой помолиться к нему часто обращаются бездетные люди. Надо каждому осознать, что если у вас нет детей, не наступает беременность, не наступает и утрачивается, надо обратиться ко Господу. Обратитесь ко Господу и не обязательно к нам. Другие храмы и монастыри, если хотите к нам, пожалуйста, мы совершаем после записи службы ежедневно и до самых родов. Все, кто побывал на выставке Дон Православный, по сути, получили возможность совершить духовное паломничество, не покидая Ростов-на-Дону. Помимо знакомства с экспозициями, посетители могли прикоснуться к христианским святыням из почти 300 храмов и монастырей России и зарубежья. Андрей Мазиков и Евгений Ермарченко. Телестудия Дон Православный.